Алексей Полевки, академический директор Центра публичной дипломатии. С нами на связи. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Вот это заключение во время встречи лидеров Китая и Франции. Они призвали к перемирию на время проведения Олимпиады. Но мы помним, как не единожды Путин не смотрел на Олимпиады, даже те, которые проходили в Китае, и начинал войны. Как считаете, в этот раз будет ли хоть какое-то влияние? Ну и, в принципе, Китай для чего призывает к перемирию? Ну, это хороший момент дипломатический для Китая и, в принципе, для Макрона, потому что это его личная инициатива показать свою определенную символическую значимость и выступить с точки зрения вот таких, собственно, примирителей, можно в каком-то смысле сказать. Ну, я очень скептично отношусь о возможностях реального остановки военных действий на этот период, потому что мы знаем, что Россия всегда использует это для, с одной стороны, пропаганды. То есть, я думаю, они будут включать в себя эту информационную машину, говоря о том, что они всегда были за мир. И, собственно, они всегда выступали за мирное решение всех проблем. Но при этом неподконтрольные России какие-то непонятные отряды будут продолжать обстрелы и тому подобное. Это типичная тактика, поэтому здесь я сомневаюсь, что это перемирие, оно удастся. Может быть, будет уменьшение интенсивности военных действий, но поскольку Россия не демонстрирует реального желания пойти на все-таки мирные переговоры, эта тактика будет использоваться просто для тумана войны. Тогда в контексте влияния на позицию Китая в отношении в целом агрессивной, неспровоцированной войны России против Украины, ряд СМИ говорили, как мне кажется, логичную, абсолютную вещь о том, что президент Франции Макрон намерен использовать все абсолютно доступные ему рычаги влияния, воздействия на Си Цзиньпиня для того, чтобы Китай каким-то образом повлиял на позицию Российской Федерации в войне против Украины. Какие есть рычаги в целом у Макрона, у Европейского Союза в целом как институции для этого воздействия, если не сказать влияния на Китайскую Народную Республику? Франция с Китаем имеют достаточно такие теплые, можно сказать, отношения, если сравнивать в целом в отношениях Евросоюза с Китаем. Здесь Макрон будет пытаться использовать на Си Цзиньпиня. Китай заинтересован в европейском рынке, Китай заинтересован в снижении напряжения с Европой, и по сути дела этот визит в Европу во многом для этого. С другой стороны, все стороны понимают, что есть принципиальные какие-то интересы, которые не будут особенно меняться. Показательным было то, что вчера встреча с Си Цзиньпинем была совместная и Фруксуру Фон Дерляйн, и Макрона. Потому что Китай традиционно пытается иметь дело с отдельными государствами и вносить раскол. В целом, структуры Еврокомиссии выступали обычно гораздо жестче по отношению к Китаю, чем отдельные страны Евросоюза. И здесь то, что Макрон, приглашая Си Цзиньпиня к себе, выступил в едином ряду с голосом Евросоюза, это тоже показательно. Но при этом то, что называется вот эта стратегическая неопределенность. То есть сегодня Макрон уже лично приглашает Си Цзиньпиня к себе, там такие важные для него лично места в Переней. То, что Макрон будет пытаться смягчить определенные позиции. Это дает возможность повлиять на то, что Китай будет стараться избегать прямой поддержки, допустим, военными какими-то инструментами России. Но экономически Китай опять же повторяет всю ту же историю. Мы с Россией находимся просто в нормальных экономических отношениях. Мы поставляем все то же, что поставляем и в другие страны. И как бы мы здесь ни при чем. В этом смысле, я думаю, неофициально, возможно, будут уменьшены какие-то поставки товаров, которые могут быть проблематичны для Китая. Но мы видим, что большая часть товаров, которые идут, они поддерживают экономику, и они будут продолжать поступать в России. Насколько Китай будет готов повлиять на Путина с точки зрения каких-то реальных переговоров, ну здесь тоже я достаточно скептичен. Потому что стратегически для Китая важны две вещи. Чтобы этот конфликт не расползался, чтобы он был локализован. Чтобы Россия не была полностью проигравшей страной, и там не начались какие-то внутренние процессы, революции и тому подобное. Соответственно, до тех пор, пока Путин во власти, Китай это прекрасно все устраивает. Поэтому Сидзипинь будет поддерживать Путина так долго, как только возможно. Другое дело, что Пекин будет стараться не переходить каких-то символических красных линий. То есть, чтобы его прямого вовлечения в войну в Украине не было. О прямом вовлечении и косвенном в том числе также шла речь. И власти Китая обязались воздержаться от продажи России любого оружия. И будут строго контролировать экспорт товаров двойного назначения. Удастся ли в интересах ли Китая строго контролировать даже товары двойного назначения? Ну, даже сейчас Китай же постоянно повторяет, они не поставляют никакого оружия в России. Соответственно, здесь это такие же пустые достаточно обещания. То есть, да, формально Китай ей не поставляет. Насколько товары двойного назначения будут контролировать, это большой вопрос. Это, кстати, мы посмотрим, и это будет показательно по отношению к реалистичности тех позиций Китая по достижению все-таки мира в Украине. Опять же, здесь давление Китая на Россию будет достаточно ограничено. В том смысле, что да, они могут ограничить определенную группу товаров на поставку в Россию. Но при этом всем давить серьезно, чтобы Россия вышла из Украины, Китай тоже не будет. То есть, Китай пытается балансировать. Мы не вовлекаемся, мы здесь выступаем только нейтральной стороной и поддерживаем равные отношения со всеми странами. И вот, собственно, третье заявление, которое было вчера со стороны Си Цзипиня, это как раз по поводу мирных переговоров, оно и звучало в том смысле, что мы готовы присоединиться к мирному урегулированию, где будут представлены все стороны. Это означает, что нет, это не та формула мира, которую предлагает Украина. Соответственно, в Швейцарии, Китае, ну, если будет представлен, то на уровне какого-нибудь там советника или спецпредставителя, то есть, втягиваться в какую-то игру, которой они, его Китай не будет. Но, возможно, Китай будет предлагать какую-то альтернативу, где будут и Россия, и Украина. На данный момент это тоже достаточно абсолютно не реалистичная перспектива. Соответственно, ну, как бы здесь мы видим, что Китай остается при своих. Но при этом, учитывая долю европейских денег, европейских финансов в своей экономике, имеется в виду, вот, возвращаясь к первому вопросу, к инструментарию со стороны ЕС, в случае ухудшения отношений, эти самые финансы могут перестать поступать в Китай. Да, это может быть проблема, ну, не может, это будет проблема для Европейского Союза. Это будет проблема для немецких автоконцернов, которые работают на территории Китайской Народной Республики. Эта проблема будет для немецких условных поставщиков, опять-таки, тех же автомобилей. И, в целом, много сфер будут, ну, не потерпать крах, но точно по ним это ударит. Но Европейский Союз, учитывая вопрос безопасности и то, как этот вопрос становится более острым, как раз благодаря, в том числе, этой помощи непрямой, но, тем не менее, со стороны Китайской Народной Республики, ведь может пойти на этот нелегкий шаг, отказаться от китайского рынка ради жизни, получается, ради безопасности, ради защиты от войны. Ну, здесь тоже, я не думаю, что будет какое-то, именно, знаете, полное отказ от китайского рынка. Потому что, во-первых, для Европейского Союза это важный очень торговый партнер. Все-таки, да, есть отрицательная сальда в торговле, там больше 500 миллиардов. Но, тем не менее, для многих европейских компаний Китай является очень важным. И здесь, скорее, Евросоюз ведет разговор о том, чтобы Китай больше открыл свой рынок внутренний и отношения торговые были более прозрачными и паритетными. То, что, да, это для Китая тоже очень важно сохранять нормальные, как говорят они, торговые отношения с Европой, это факт. И именно здесь Китай будет пытаться не переходить красных веков. Но здесь проблема в том, что Китай считает, что он и так ничего не переходит. Что Китай, это официальная позиция, ведет нормальные торговые отношения со всеми странами. И это его суверенное право. И здесь Китай будет достаточно жестко отстаивать свои позиции. Поэтому, да, скорее всего, Китай, по крайней мере, не будет увеличивать долю своего участия в военных поставках или в таких непрямых военных, потому что напрямую оружие Китай и так не поставляет в Россию. Но комплектующие, которые Китай считает допустимыми, не поставляют, возможно, номенклатура этих поставок, она будет снижена или же будет еще более сложный логистический пункт. То есть, грубо говоря, это будут поставки не с Китая, а через третий стран. В принципе, и сейчас многие товары двойного назначения идут с Китая не напрямую в Россию, а перекупаются через Среднюю Азию, через Турцию, страны, залива и тому подобное. То есть, здесь, возможно, определенные уменьшения каких-то вещей. Но чтобы Китай отказался полностью от каких-либо поставок в Россию, пока об этом речи не будет. И буквально коротко, напоследок, Алексей, Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана, тут уточнение, да, и России, и Украины. Что это значит? Потому что многого не объяснял Си Цзиньпин. Как я и говорил, это значит, что Китай будет продвигать свое, скорее всего, предложение. То есть, речи не идет, значит, о саммите в Штейцарии в июне этого года. Соответственно, там Китай будет представлен очень символически номинально. А то, что Китай может инициировать какую-то мирную, именно с включением всех сторон конфликта, конференцию, ну, посмотрим, такое возможно.